Очень много цветов можно выполнять из простого шнура вязаного. Средний шнур вяжется на трех иглах. Набираем удобным способом 3 петли и вяжем на средней плотности, чтобы не было сильно стянутое, но в то же время не очень жидкое вязание было. Процесс достаточно быстрый, в конце периодически просто тянем за кончик и у нас сворачивается очень плотный шнур. Когда мы вяжем побольше и потянем, даже трудно определить, где у нас край этого шнура. То есть он кажется круглым, цельновязанным. На машине такое вязать одно удовольствие. Вяжется очень быстро, причем потянули, видите, шнур. Шнур приобретает совершенно круглый, законченный вид. Это средний шнур. Если мы хотим... Шнур тоненький, берется две иголочки и выполняется все то же самое. Получается очень тонкий, очень аккуратный шнур. И смотрите, какой длины шнур вам нужен. То есть вы провязали какое-то количество рядов и потянули. Шнур после того, как вы его потянули, обратно уже не деформируется никогда. То есть это будет его естественная длина. Вот тоненький шнур. Все выполняется то же самое, только на двух иголочках. Очень быстро, очень просто, очень легко. Складывается пополам. Получается тоненький-тоненький такой рулик, шнурочек. Это тонкий шнур. На четырех иглах получается плотный, толстый шнур. Больше четырех игл вязать не стоит. Очень небрежный такой шнурок получается, из него цветы уже не делают. Это уже для пояса, для какой-то особой отделки. Ну а цветочки из двух-трех петель вяжутся. Руками шнур выполняется либо с помощью крючка. Вот у меня такой крючок. Бывают крючки вязальные. Любой крючок берете и начинаете вывязывать шнурок. Это тоненький шнур. Обычный тонкий шнур, когда вы продеваете петлю в петлю, и достаточно быстро вывязываете тоненький шнур, с которого можно делать уже что угодно. Можно делать цветочки, можно делать завязочки, все что угодно. Получается вот такой вот тоненький шнурок. И с помощью крючка. Можно вязать спицами, когда мы берем три петли и вяжем длинную-длинную полосу на трех петельках. Лицо, изнанка, лицо, изнанка. В этом случае у нас шнур закручивается и получается шнур. Если вы будете вязать лицевой, изнаночный, то есть платочной вязкой, то шнур выйдет плоским. Он закручиваться не будет и для цветов он уже не подходит. Поэтому мы вяжем лицо, изнанка. Одна сторона полностью лицевая, одна полностью изнаночная. На трех петлях. Длинную-длинную полоску. Конечно, машиной такое делать быстрее, но если очень нужно, то можно, конечно, связать и спицами. Берем шнур, связанный с двух петелек или крючком. У меня шнур достаточно длинный. Я его померила. Получается шнур почти метр десять. То есть он больше метра. Если вы хотите цветок красивый и меньше метра, вязать нельзя, иначе цветок будет некрасивый. Берем какую-нибудь линейку, линейку или толстую ручку и начинаем наматывать наш шнур. Так, чтобы витки не пересекались. И не очень туго, потому что нам придется их снимать. Назначение этой линейки в том, чтобы каждый лепесток был того же размера, что и предыдущий. Так, намотали. Здесь немножко распустить, чтобы хвостики заканчивались в одном месте. И там, где у нас идет начало и окончание шнура, с этой стороны, иголкой с этой же ниточкой, подхватываем каждую петлю. Ну, снизу удобней. Причем подхватываем так, чтобы эта петля была прошита. Желательно делать это в одной плоскости. Каждую петельку. И перевернем последнюю. Все, прошили. Теперь можно спокойно снимать наши петли. Вот что получается. Ниточка здесь, ниточка здесь. Стягиваем аккуратненько. Получается такой вот очаровательный цветочек. Завязываем узел. Завязываем узел. Первую и последнюю ниточку, которая у нас образовывается. При начале и окончании вязания. И узелком же стяжку. Очень сильно стягивать не стоит, иначе петли перестают лежать ровно и встают дыбом. Все, затянули. Поставили серединку, какой-нибудь цветочек. Оформили серединку как угодно. Можно оформлять. Можно даже не делать серединку. Можно оставить такой цветочек, как есть. Если вы его приложите к вязанию и зафиксируете каждый лепесток, просто прошив изнутри, это будет все равно очень очаровательно, потому что нигде ничего не торчит. Цветок вполне самодостаточный. Очень ажурный, красивый, необычный. Главное, легко выполняется. Главное, легко выполняется.